Сказка для детей. Кошечка Мини. Авторы Полина Головко, Круг Андрей. Жила была Костяка Мини. Её семья и она жили в большом доме. У них были хорошие хозяева. Их звали Мария и Кирилл. Они жили очень хорошо. Но вот однажды случилось то, что неожиданно приехала тётя Мария. Стерделла. И они ей были не очень рады. Потому что было видно, что в ней больше зла, чем добра. И она не такая добрая, как они. А также семью кошечки Мини и её саму не обрадовало это известие. Как только они увидели, что за дверью стоит Стерделла, они все попрятались кто куда. Мини спряталась под диван, а её братик Том спрятался в холодильник. А родители Мини, Кошечка Энни и кот Энди в этот момент не были дома. Как только Мария и Кирилл увидели, что их питомцы попрятались, они сразу догадались, кто к ним приехал в гости. Им так не хотелось открывать двери, но Стерделла так настойчиво звонила в дверь, что им пришлось открыть. Они открыли. На пороге стояла ихняя тётя. Она улыбнулась и сказала. «Я ехала в Киев и, проезжая мимо вашего города, решила заехать к вам в гости». Посмотрев на их печальные лица, улыбнувшись, она сказала. «Вы мне очень рады». «Да-да», — с грустным видом сказали они. «Возьмите мои чемоданы», — сказала она, а сама, не разбываясь, прошла в комнату. Посмотрев на пустую комнату, она зловещим голосом сказала. «Где мои милые котята?» Тут из холодильника послышался шорох. Стерделла открыла дверцу холодильника, но никого там не увидела. «Странно», — сказала она и закрыла его. Отойдя на один шаг, она услышала, как что-то в холодильнике упало. Она вернулась и снова открыла холодильник. Там сидел Том, весь в черничном варенье, потому что он нечаянно опрокинул банку с вареньем на себя. Как только Том увидел Стерделлу, он сразу зашипел. «Мой милый котик, не бойся меня!» — сказала она. Но Том не переставал шипеть. В этот момент домой пришли родители котят, мама Энни и папа Энди. Увидев Стерделлу, они сказали «Мяу», что на кошачьем языке означало «Здравствуйте, тетя». Стерделла не понимала кошачий язык и поэтому ничего не ответила им. «Почему ты в холодильнике?» — спросила кошечка Энни Тома. Том мяукнул. «Я спрятался от Стерделла». Так как Стерделла не понимала кошачий язык, он мог спокойно об этом сказать. Тут в комнату зашли Мария и Кирилл, таща два тяжелых чемодана. «Что здесь произошло?» — спросила Мария. «Я нашла этого котенка в холодильнике», — показывая она Тома рукой, сказала Стерделла. Котенок увидел Кирилла и сразу же прыгнул на руки ему, чтобы спастить Стерделла. Так как Том был в черничном варенье, он замазал Кирилла. Мария взглянув на них и подумала. Как только приезжает тетя, начинаются неприятности, а вслух произнесла. «Кирилл, пожалуйста, пойди от мой котенка и заодно себя». Кирилл взял Тома и пошел в ванну. Глава вторая. Когда Стерделла увидела котят, она подумала, «Я их хочу забрать себе». У нее в голове вдруг зазвучали голоса. «Да, да, тебе надо их срочно забрать себе». Стерделла подошла к Марии и сказала, «За сколько вы продадите мне этих милых котят?» Мария сказала, «Мы их очень сильно любим и не хотим с ними расставаться. Поэтому не проси, мы не продадим их ни за какие деньги». Стерделла разозлилась, и у нее в голове появился злобный плак. «Раз они не хотят мне продать котят, то я просто украду их». А вслух произнесла, «Если вы не хотите продать, то я куплю у других. И вообще, я не хочу гостить у вас». Она забрала свои чемоданы и вышла на улицу громко хлопнув дверьми. Она настолько разозлилась, что, выходя из подъезда, не заметила лужу, подскользнулась и шлепнулась. Это ее еще сильнее разозлило. «Я вам покажу, вы еще узнаете, вы еще пожалеете, что они продали мне котят!» Злобно обормотала она. Глава номер три. Прошла неделя, и Мария с Кириллом начали уже забывать эту историю со своей тетей. И вот однажды Мария сказала Кириллу, «Я пойду схожу в магазин, а ты смотри за котятами, которые гуляют на улице возле дома». Минни и ее братец Том бегали на полянке возле дома и ловили бабочек. Это их так увлекло, что они не заметили, как удалились от дома. Кирилл занимался домашними делами и не заметил, как к дому подъехала красная большая машина. В ней сидела Стерделла. За ней подъехал небольшой маленький грузовичок. В грузовичке сидели два неприятных помощника Стерделла. Они были небритые и лохматые. По ним было видно, что они нехорошие люди. Слая Стерделла нашла таких же злых людей, как и она, чтобы они помогли ей украсть котят. Одного из них звали Джек, а другого Робби. Стерделла остановилась возле дома, где жили Мария и Кирилл, и, вытащив руку из окошка, машины пальцем показала на котят. Голова номер 4. Джек подошел к кошечке Минни и, протянув руку, больно схватил ее за лапки. Том увидел, что какой-то незнакомец пытается украсть его сестру. Он прыгнул на него и когтями вцепился ему в спину. Джек от боли отпустил Минни и закричал, «Робби! Робби! Сними его с моей спины!» Робби схватил палку и со всей силы ударил Джека по спине. Он хотел попасть по Тому, но Том вовремя спрыгнул со спины Джека. Удар был настолько сильный, что Джек упал и зарычал от боли. Минни и Том мяукали, «Помогите! Спасите!» Побежали к дому. Робби погнался за ними, но зацепился за лежащего Джека и тоже упал. Возле дома гуляла овчарка Биби со своими маленькими щенятами. Увидев бегущих котят, она спросила, «Почему вы бежите и кричите?» «Помогите! Нас хотят украсть!» Сказали испуганные котята. «Кто хочет украсть этих милых котят?» Рассердилась Биби. «Вот они сказали Минни и показала на Джека и Робби». «Детки!» — сказала Биби своим щенятам. «Давайте защитим наших маленьких друзей!» «Да, мама!» — сказали они. «Мы защитим наших друзей Минни и Тома!» Джек и Робби увидели, как к ним приближаются грозно рычать семь маленьких щенят. Джек засмеялся. «Ой-ой-ой! Нам так страшно!» И тут они увидели, как за щенятами появились две взрослых больших овчарки. Биби позвала на помощь своего мужа Рекса. Джек и Робби перестали смеяться и задрожали от страха. Один из щенят сказал, «Смотрите, они нас испугались!» Джек и Робби развернулись и быстро побежали к своей машине. Они запрыгнули в нее и на большой скорости помчали по улице. Щенята повернулись и радостно побежали к маме Биби и папе Рексу. «Мама, папа, мы их победили и защитили наших друзей!» Мама с папой посмотрев друг на друга и улыбнулись. «Вы уже взрослые и смогли защитить Минни и Тома!» — сказала мама. Один из щенят по имени Дэнни подошел к Минни и сказал, «Не бойтесь! Вас никто никогда не обидит! Мы будем защищать вас!» Он был еще маленький и поэтому не все слова мог выговаривать правильно. Том и Минни, поблагодарив овчарку Биби и все ее семейство, побежали домой. Прибежав домой, они рассказали маме Энни и папе Энди, как и защитили щенята овчарки Биби. Кирилл занимался уборкой квартиры и поэтому пропустил все события, которые произошли с котятами. Только когда соседи Тамара и Сергей, хозяева овчарок Биби и Рекса и их щенят, рассказали ему и Марии о происшествии с котятами. Они заволновались, потому что поняли, что это дел рук стерделы. Они вызвали полицию и рассказали о том, как к ним приезжала стердела и хотела купить у них любимых котят. А когда они отказались, то она разозлилась и ушла. Скорее всего, она не наняла этих злых людей, чтобы они украли котят, сказала она. Когда стердел вызвали в полицию, она во всем созналась, сказала, что больше никогда не будет так делать и попросила прощения у Кирилла и Марии. Кирилл и Мария были добрыми людьми и поэтому ее простили. Продолжение следует. The End